итак ребята всем привет сегодня расскажу как поменять масло в лодочном моторе четырехтактном как поменять масло в двигателе как поменять масло в редукторе почему я это делаю сам сразу вам объясню и почему стоит посмотреть это видео дело в том что вот у меня в городе нет сервиса по ремонту мотора мне чтобы поменять масло нужно ехать в соседний город а меняю я его через каждые 100 часов положим менять на меня это через 80 а 80 часов у меня в общем я три раза в год меняю масло вот по пробегу два раза по пробегу и один раз перед зимой почему я меняю масло перед зимой но это чтобы проверить если вдруг там эмульсия в редукторе чтобы она не замерзла не раздавила поэтому масло перед зимой в редукторе нужно поменять обязательно вот почему я меняю масло сам ну и как бы экономия тоже имеет место быть значит далее я расскажу вам что для этого понадобится соответственно чтобы поменять масло нам само масло в двигатель вот я купил точнее у меня осталось докупил литер масло в редуктор фирменная купил и набор прокладочек на прокладка под гайку в двигатель и прокладочка под гайку под две гайки в редукторе большая бутылка понадобится обрезанная чтобы слить масло из двигателя маленькая бутылка понадобится чтобы смазать масло из редуктора для масла из редуктора рекомендую брать прозрачную бутылку чтобы вы видели что там у вас сливается эмульсия есть или нет чтобы могли определить и желательно чтобы банка была не как у меня с водой а сухая то есть ее нужно будет протереть чтобы посмотреть нет ли там воды вот ну и понадобится конечно купить вот такой съемничек для фильтра который нам тоже нужен вы можете в любой автомагазин прийти с фильтром и вам подберут вот такой съемничек я покупал за 200 рублей съемник сами вы измучаетесь снимать любыми другими способами там неудобно самого удобного такой верхний верхний съемник также понадобится ну как это на моем двигателе ключик на 13 чтобы открутить пробку сливную и понадобится вам мощная плоская отвертка чтобы открыть два болта в редукторе сейчас я камеру поднесу поближе не знаю будет там меня видно и не будет но я думаю я вам там не нужно смотреть начну меня и потихоньку ну и понадобится на куча тряпок и может быть что-то подложить какую-то картонку или бумажку если вам необходимо соблюдать чистоту подложить подвигатель все равно будет капать как вы там не будете стараться чтобы вас не все было сухо носил что накапывать и так погнали откручиваем пробку горловины заливной откручиваем сразу и протру масло уже довольно темное хотя я конечно хожу на большинство пробегает у меня на холостых оборотов на холостых на малых оборотах когда ищешь рыбу поисковом режиме так двигатель максимально опускаем вниз максимально опускаем вниз смотрите некоторых двигателях гайка под углом у меня гайка здесь ровно срываем гаечку тут есть ключевой момент вам нужно не потерять вашу шайбочку вот начала клацать подставляем вашу емкость и вынимаем пошла вода а точнее масло нужно не потерять эту гаечку шайбочку потому что чтобы она прилипшая не осталось чтобы не накрутили две штуки сливаем масло в идеале надо было как нибудь подвесить для чего вы поймете попозже когда начнем снимать фильтр сосуда все равно капает потихоньку это заткну на время основное масло слилось там сейчас подскопиться масло двигателя чем больше сольем тем лучше далее берем наш ключик для снятия фильтра одеваем его на фильтр и откручиваем они зачастую прикипают и очень тяжело откручиваются кстати вот в этом двигателе продуманное сделали тут такая штучка чтобы масло не вытекала в поддон на старом же конечно снимаешь было пол этого масла вытираем здесь остатки старого масла так удобно там сейчас сделано сейчас покажу вот он вот он вот он видите как удобно организован слив сейчас на это место я установлю фильтр мы берем наш фильтр он идет вот такой пленочки ну по крайней мере если вы будете покупать фирменный фильтр он такой пленочки и здесь уже все смазано ребята если смотрите у вас здесь не смазано вот в этом фильтр заводских всегда все смазки в силиконе все его просто нужно накрутить и все кто-то заполняет маслом ну никогда не заполнял и не вижу в этом необходимости фильтр фактически можно закручивать от руки если у вас хватит сил ну я немножечко протяну ключом он конечно малость поцарапается но это не критично совсем легонечко под затянул его все фильтр установлен вытаскивать щуп его тоже протрем и продолжим сливать масло окончательно потекло так далее берем наш берем наш болт новую уплотнительную гаечку устанавливаем ее она не устанавливается что-то ребята перепутали до походу придется ставить старую как я говорил берегите увидел хорошо что старую не потерял а то сейчас бы там лазил маска по колено купил гайку для двигателя она не подошла вот так бывает придется ставить старую ну да ничего я недавно ее менял буквально наверное пару месяцев назад когда до этого менял масло ну и все закручиваем смотрите что пошло по резьбе все у вас я напомню что у некоторых под углом готово все гаечку закрутили протерли все что можно и приступаем к заливке масла очень удобно использовать одноразовые полотенца синтетические так чтобы залить масло берем старую пробку от бутылки пробку говорю горлышко отрезанное от бутылки сама бутылка у нас пойдет в редуктор сливать масло а сюда мы зальем при помощи белышко ну и все заливаем нашу масло предварительно посмотрите сколько масла вам нужно залить вот на крышке сверху написано у меня 3 литра двигатель который уже работал и 3,2 литра в новый двигатель сейчас масло сечет и щупом проверим что там у нас это у меня в канистре было около 3 литров сейчас посмотрим что там у нас получилось ну все достаточно еще раз контроль ну вот на пол метки до верха заливать не буду пол метки единственное что учитывая что когда провернется двигатель там еще масло уйдет некоторая объем на заполнение фильтра ну сколько того будет 100 грамм ребята так что чуть-чуть еще капну а скорее всего даже сейчас добавлять и не стоит может убираем нашу приспособу закрываем пробку все масло в двигателе мы поменяли сухой тряпочкой сейчас все протру еще раз с маслом двигатели закончили переходим к замене масла в реледукторе сейчас я подвину камеру поближе постараюсь чтобы вам было видно если тогда мы опускали двигатель то сейчас мы его поднимаем для чего это нужно поднимать чтобы у нас масло стекло в нижнюю часть редуктора откручиваем верхнюю пробку она что-то у меня откручена совсем и масло аж через край придет прикиньте лопнула лопнула прокладка вовремя я полез ой посмотрите лопнула прокладка да с таким я еще не сталкивался кстати в этот раз не продали ну до этого вот не продали черную прокладку все время были оранжевые я еще думаю глянь интересно в ферменном магазине брал обалдеть было ли у вас такое когда-нибудь чтобы лопнула прокладка гайка вообще закрутилась свободно как будто как будто ее и не закручивали так шушь теперь у нас там посмотрим здесь прокладочка как новенькая удивительно удивительно да ну видать такое тоже бывает эту прокладку в топку масло чистое как я вижу течет смотрите не забывайте протирать эту гайку вот на ней магнитик на фирменной и она собирает вы можете посмотреть нет ли каких-то крупных кусков металла если у вас прям крупные куски металла прилипали к вашей к вашему болтику то ребята следует задуматься вот смотрите масло прошло сто часов сливаю как новое я даже не знаю стоит ли его менять каждые сто часов что вы думаете по этому поводу производителям то понятно что им лучше чтобы мы меняли постоянно масло в редукторе во многих автомобилях сейчас масло пишут редукторе там коробки бессрочная эксплуатация а тут через каждые сто часов меняете даже не знаю что вам сказать по этому поводу но я поменяю итак ребята сливать до последней капли я тоже его не буду масло как вы видите у меня течет чистое то есть немного с зеленым оттенком как родной сейчас она немножко стынилась потому что капает а так масло чистое без эмульсии поэтому я как его буду менять берем накручиваем носик этот заливной я вставлю сюда и буду выдавливать пока не потечет отсюда потом ловким движением руки мы ставим наш болтик с новой как вы видите прокладочка которая приготовил уже отдел вот лайфхак я не купил еще но удобно и дешево говорят брать в литровых канистрах и покупать маленький насос чтоб закачивать чтоб было попроще ну я по старинке сделаю вот так самым простым способом вставляем наш носик и начинаю выдавливать масло выдавил 750 грамм масла полностью теперь ловким движением руки нужно вставить обратно и так чтобы не забрызгать все тут на свете раз раз и все это убираем стороночку вытираем руки протираем все еще раз еще раз все протираем беру беру вторую болтик с новой прокладкой и закручиваем и закручиваем с завода мне кстати пришло грамм 200 масла было когда получил лодку вообще мало теперь сухими руками мощно затянуть мощно для этого отвертка должна быть сухой и чистой не сорвите резьбу конечно тут должен быть динамометрический ключ там все дела потому что я слышал люди уже срывали гайки в общем вот ребята все готово масло залил в редукторе масло поменял в двигателе масло поменял если у вас какие то есть вопросы задавайте напишите меняли ли вы сами полезно ли вам это видео ну и не забывайте там лайки ставить подписываться ну и все такое пока пока